Резонансные события двухлетней давности вновь напомнили о себе. В августе 2018 года в Нижегородской области с разницей в две недели без вести пропали две школьницы Маша Люлина и Маша Лошкарева. Обеих девочек безостановочно искали несколько недель волонтеры со всей страны, но о судьбе Маши Люлиной до сих пор ничего не известно. А по поводу Маши Лошкаревой в Следственном комитете заявили, что завершили уголовное дело. Следователи заявляют, что проделали огромную кропотливую работу, чтобы выйти на след подозреваемого. Опросили более тысячи человек, провели сотни экспертиз и допросили всех, кто вызвал хоть малейшие подозрения в жестоком преступлении. Так менее чем через год, 18 июля 2019 года, был задержан 44-летний Дмитрий Синицын. Мужчину обвинили в насильственных действиях сексуального характера и в убийстве с целью сокрытия преступления. Примечательно, что несмотря на неопровержимые, по мнению следствия, доказательства вины подозреваемого, тело Маши Лошкаревой до сих пор не найдено. Его причастность к совершению инкриминируемых деяний подтверждается заключениями экспертов, сведениями о телефонных соединениях, показаниями свидетелей, специалистов и экспертов, протоколами осмотров и обысков, а также иными материалами уголовного дела. Кроме того, следствие учитывает и тот факт, что ранее совершенные обвиняемые преступления имели сходные черты с инкриминируемыми ему противоправными деяниями. Вину по предъявленному обвинению он не признал, давать показания отказался. В настоящее время на основании совокупности собранных по уголовному делу доказательств утверждено обвинительное заключение, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции обеих указанных статей предусмотрят наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...